Найон Найон термин древнерусской старины, славянской старины термин сто восемьдесят шестой Найон переводится с древнерусского, как и многих других языков например, монгольское Найон, туинское Найон, калмыцкое Найон оливудское Тайон, кавказское Найон все эти термины переводятся как князь или господин это, конечно, понятие князь и господин в это же время и несколько ранее обозначалось или называлось как канунг ну, вот еще одно значение Найон Найон это сословие лично свободных знатных людей населенных этническими монголами землях появилось это понятие в одиннадцатом веке для как обозначение главы аристократического рода затем несколько раз изменяло свое значение в результате образования и распада монгольской империи а также маньчжурского завоевания окончательно Найоны как социальная группа исчезли к 1940 году в результате социально-экономических изменений монгольской народной республики у якутов чукчей и коряков существовало сословие тайонов представителей господствующих знати и крупных скотоводов после предсоединения Якутии к русскому царству часть сословия осталась на высоком положении заняв ряд правящих должностей в девятнадцатом веке с развитием рыночных отношений из тайонов начал формироваться класс торговой буржуазии в Якутии в Якутии с одиннадцатого века найонами также называли глав монгольских аристократических родов затем это определение это наименование распространилось и любые представители степной знати то есть скотоводческой знати получали название найоны найоны носили различные титулы например сечен найон то есть мудрый найон батур найон то есть богатырь найон которые были позаимствованы у соседних сочевых народов после распада золотой орды в четырнадцатом шестнадцатом столетиях ну даже до семнадцатого столетия найоны выполняли роль региональных правителей больше не завис не зависели они от центральной власти хана после маньчжурского завоевания китая данные правители лишились политической самостоятельности которую им удалось восстановить в результате монгольской национальной революции 1911 года однако найоны были отстранены от власти после монгольской народной революции в 1921 году и как я уже это отметил окончательно найоны как сословия исчезли к 1940 году спасибо за внимание следующий сто восемьдесят седьмой термин будет посвящен понятию ура или урма урмак ура до свидания до свидания до свидания до свидания о ты Продолжение следует...